В предыдущей серии Ага Ковчег? Да! Вы можете выбрать себе одну из готовых моделей Внутри поместится целый город БЛЯТЬ! Займись рассылкой приглашений на бесплатный пятизвездочный круиз вот по этим адресам Приглашение на круиз? Похоже на спам-аферу Лена, статья об идеальной женщине Получилось просто немыслимо тупорылое Её будто стадо обезьян писало Чья это колонка? Вызывали, Виктор Андреевич? А, ну да Артём, ну что с тобой случилось последние пару месяцев? Это вообще никуда не годится Я... я не знаю даже Ты же раньше писал как грёбаный Буковский Какого чёрта? Я... я не знаю Я правда стараюсь, но у меня какой-то тужняк Кризис что ли? Послушай, ты просто устал Возьми перерыв Отпуск давай тебе устроим Слетай, отдохни куда-нибудь Вы думаете? Конечно Слушай, я обычно такой реабилитацией своих сотрудников не занимаюсь Но ты слишком ценный игрок Ну и плюс, если б не твой брат Я бы не набрал 8 миллионов просмотров на Ютюбе Это до сих пор смешно. А я ведь говорил ему, что тот коктейль был лишним. Ты же говорил, что он не пил тогда. Но прекрати, прекрати придумывать этой потехе оправдания. Он двоюродный. Почему дизайн сайта похож на «Спасибо»? Ну вот и искать не пришлось. Здравствуйте. Присаживайтесь сюда. Ого, вы бобер-костоправ? А кем я, по-вашему, должен быть? Ну, донтистом, я не знаю. Надо же. Потому что у меня зубы торчат, да? Нет, нет, я... Или мне дамбы лучше бы строить, да? Строителем дамбы я бы выглядел более благоприятно в ваших скрюченных глазах, да? Все, извините, я прошу прощения. Я уважаю ваш профессионализм. Спасибо. Ладно, давайте заполним карточку. Что произошло? Я упал с велика. Вы пытались отсосать сами себе? Что? Нет! Как вы могли подумать об этом? Ах, знаете, сколько у меня тут таких, как вы, бывает. Это возмутительно. Знаете, я буду жаловаться, я подам на вас в суд, я... Какой марки? Был ваш велосипед? Да, я пытался себе отсосать. Одну секундочку. Хм... Круиз. Это было бы идеально. Я был так близок к независимой жизни. Ну что там, Миш? В процессе. Пытаюсь охватить. Ты про свой пенис? Ха-ха, блядь, шутканула. Между прочим, это из-за тебя сток забит, и мы не можем помыться. Но чище его почему-то я. Эй, ты там тоже моешься? Я тебя умоляю, я разве что толчок могу забить, но это... Это ваша классическая бабья линька. Фу, блядь, господи, почему я все еще с тобой живу? Ой, да хватит тебе. Ты в перчатках, все не так уж плохо. Настя, серьезно, эта штука смотрит на меня оттуда. Так себе шуточка Потапов. О, господи, это говно схватило меня. Я... Просто гений комедии. Ха-ха-ха. Всю голову отка хочу сейчас. Срань господня! Мама? И последний адресат. Готово, сучки. Теперь наконец-то можно и поспать. К тебе можно? Как вы попали ко мне домой? Открыл универсальным ключом. Нужно что-то острое, что сошло бы за отмычку. О, нос Кристины Арбакайте подойдет. За этой дверью выставка французского сыра. Где? Ладно, что вам здесь нужно? Завтра такой важный день, и я слишком переживаю. Ну и плюс сегодня гроза, а я один в огромном поместье. Жутковато как-то, знаешь ли. Можно я посплю с тобой? Да, конечно. Круто дня! Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты уже спишь? Нет. И я нет. А у тебя есть тут комары? Не знаю, могут быть. Ну вот, теперь мне кажется, что комар там, где у меня чешется. И вот теперь чешется везде. Документы в лоток и вынь мелочи с карманов. Да че ты меня учишь-то? Я не первый раз в аэропорту, но и все равно пищать буду. Это почему это? Ты не все знаешь о моем прошлом. Когда-то я был кровожадным убийцей-людоедом. И я увидел браконьера, который убивал щенят прямо посреди леса. Нет, пощадите, я так молод и мил. Он взял пулемет и расстрелял их, снимая это на мобильник. Ха-ха-ха-ха! И тут появился я. О, нет! Я гнал его в сторону обрыва, чтобы зажать в угол. Но он стал жертвой собственного страха и угодил в капкан. А-а-а! Черт! Моя нога! А-а-а! Я сожрал его. А-а-а! И когда от него осталась лишь нога в капкане, возникла проблема. Я все еще был голоден. И ты проглотил капкан. И я проглотил капкан. Все бы ничего, если бы ты не считал, что я действительно должна верить в твое темное прошлое. И если бы я не видела, как ты сожрал полбанки с монетами вчера. Но я правда был кровожадным монстром. Ты нахера месячную сдачу схавал? Они пялились на меня. Смотри! Это же Кларк Кессиди! Рок-звезда! Я полечу со звездой! Еще бы знать, кто это такой был. Вообще охуенно. Вась, Минарус, ты что, чипсы ешь, короче? Слышь, тебе какое дело. Хотя да, очень вкусные. Снепика называется. Хочешь? Давай, чё? Как вкусно, короче! Да. А знаешь, в чем особенность чипсов Снепика? М-м-м? Их делают из свиной кожи. Что? Ну вот, на сегодня и все. А о том, что же будет в следующей серии, нам расскажет Сергей Зверев. Да, дальше будет интересно. Кроме того, что они удалились в религию, Игоря вдруг после очередного запора понесло, он стал писать песни. Причем он одновременно пишет и стихи, и песни. Но поскольку он гадит один раз в неделю, запор же, вы знаете, как он выходит. Но ему помогает. Он ноет каждый раз новый рецепт. Как, чтобы Игорь просрался. Ой, прости, Господи. Ну и, короче, Игорь просрался. Дорестал всю ночь. И держался за унитаз, потому что, ну, я ему сказал, если ты отпустишь унитаз, как петарда улетишь в небо. И нельзя чихать. Потому что, если чихнешь, с корнем, с полом вынесет. Ну, короче, я смотрел, это что-то нереальное. Ну, я понял, что Игорь теперь знает, что такое криминальный аборт и роды. Потому что, просраншись... Слушай, чувак, это реально будет в следующей серии? Я вообще понятия не имею, откуда он эту хуйню взял. Я тебе долго рассказывать... Да-да, конечно, Сергей. Все отлично. Михайлов Стас. Субтитры сделал DimaTorzok